Ну что, дорогие друзья, продолжаем наше шоу о любви и сексе. Сан Салман немножко шутит. Продолжаю читать книгу из моей библиотеки. Позитивное мышление и смежные науки. Горячие секреты великолепного секса. Ну что тут о поцелуях? Это мы читать не видим. Надо было сразу начинать с того, чтобы читать, что любят при поцелуях. Это 135-я страница. Ох, ну тут я для себя прочитала. Ну кому интересно, тут, знаете, там, может в интернете найдут почитать. Есть такие слова. Не совсем, знаете, у меня так встал в мой ноутбук, на мой балкон. Такое, в общем-то. Ну вот улыбаются, смеяться. Когда при поцелуях, улыбаются, смеются. В общем, есть такое чуть-чуть интимное. Это я читать не буду. Что тут у нас дальше интересное? Романтика. Смотрите. Вот тут советуют, как улучшить либидо. Либидо. Решить проблемы с либидом. Давайте почитаем. Романтика. Смотрите, романтика. Сексуальное желание часто идет руку об руку с романтическими чувствами, как у женщин, так и у мужчин. Если вы хотите решить проблемы с либидо, добавьте в отношения немного романтики. Неплохо вспоминать свидание, эти самые незабываемые ощущения, с которыми вы назначили свидание и ходили на них. Возвращаться к романтике во взаимоотношениях. Эффективный способ поздравить у Гаша сексуальное желание. Если ваше желание слабое, не бросайтесь сразу в постель. Попробуйте вначале устроить ужин. Ужин при свечах. Да, ужин при свечах. Если вам помешают это сделать орущие дети или неотложные домашние дела, распределите обязанности между собой и партнером и попросите его назначить вам свидание. Так что вот, назначить свидание. Подогреть свою сексуальную жизнь вы также можете, отправляя друг другу эротические сообщения по электронной почте в течение всего рабочего дня. Или выражая свою любовь и привязываясь с тем, что подаете утром в постель чай с толстами. Да, не забывайте о цветах. Это знаки внимания играют немаловажную роль в поддержании взаимного сексуального желания. Так что вот. Назначая свидание, вы снова можете влюбиться. О! Назначая свидание, вы снова можете влюбиться. Вспомните дни юности и свою первую любовь. И этими романтическими воспоминаниями к вам возвратится юношеская страсть. Смотрите, с этими романтическими воспоминаниями к вам возвратится юношеская страсть, с которой вы когда-то ходили на первое свидание. Один из самых распространенных утверждений, которые слышат психологи на консультациях, является следующее. Я хочу, чтобы было так, как в самом начале. Вы можете сами повернуть время вспять. Соблазните ее, его снова. Так что вот. Страница 151-я. Ну, есть такое, что-нибудь такое нейтральненькое, такое нейтральненькое. А, смотрите, что открылось. 221-я страница. Очень интересно. Дневник сексуальных приключений. Это, наверное, обычно у мужчин бывает. Дневник сексуальных приключений. Какая прелесть. Вот уже женщина-коллекционерки. Ну, интересно, может почитать, да? Дневник сексуальных приключений. Женщины ведут дневники своих приключений, которые не так популярны, как мужские блокноты. Но их значения, они чуть не меньше. Вести списки своих любовников, как случайных, так и постоянных, и хранить эти дневники в тайне от всех, это традиция, соблюдаемая многими женщинами. Представляете? Многие женщины пишут такие дневники своих сексуальных приключений, но никому не показывают. Так что вот, это является таким секретом. Ну, что тут еще такое пишут? Ну, да, вообще, так интересно, в принципе, да. Я там загружала часть, есть такой сериал, как там, лондонская, как там, как ее называли-то? Девочка по вызову, в общем, дневник лондонской девочки по вызову. Вот я его смотрела, там много серий, показывали по телевизору этот сериал. Я загружала несколько серий, вообще-то интересно. В общем, такой дневник, в общем-то, есть такие приключения там. Так что вот. А, вы знаете, что? Это я не могу, да, знаете, какое написано, как бы это я читала, я немножко пропущу. Знаете что? Знаете, что в этих дневниках женщины фиксируют? Так интересно вообще на самом деле. Ну, вот что здесь пишут? Я поробешала, все читать не буду, потому что это как-то менее интересно. Смотрите. Знаете, что здесь пишут? Некоторые женщины даже систематизируют информацию о своих случайных связях, о сложных таблицах, с указанием рейтинга любовников и размеров члена. Так что вот, представляете? Другие пользуются этими записями для учета случаев безопасного секса и секса с возможным риском, включая возможность, в общем, вот этого. Что ж там мужчины? Интересно, что мужчины пишут? Я даже вот так вот у меня спросил, что они пишут? Я там почитаю. Здесь, кажется, на мужские, что-то такое про мужчин. Так вообще интересненько, правда? Так, охотницы на мужчин. Смотрите, бывают охотницы на мужчин. Смотрите, охотницы на мужчин, когда женщина хочет секса без всяких условий. И когда для этого ей подходит не только мужчина, например, ну это я вам не буду читать, ладно? Вот это вот. Потом вы скажете, да? Здорово, здорово. 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 В этом случае говорят, что она охотница на казану у случайного партнера для случайного секса. Ну ладно, это мы не будем. Это мы не будем, потому что есть такая ослышимость в принципе. Что-нибудь такое тут. Ну что там? Давайте покажу вид. Вот машина приехала на разгрузочку. Восток, восток-запад. Восток-запад. Мужчины там разгружаются. Так что вот с вами я, Татьяна Салмановна Мактум, Сайфузин. Моя авторская программа творческой студии позитивного мышления и силы позитивной мысли. Татьяна Салмановна Мактум. Нерезийный логонов. Как. Всток-запад. Татьяна Салмановна Мактум. Всток-запад. Ах, такая эротически-экзотичная, а значит коллекционерки здесь что? Где тут мужчины-то? Что мужчины там фиксируют? Ну никак, мне даже интересно, чего они там фиксируют? Приглашение к сексу, сексуальная статистика, мимолетные встречи, мимолетные встречи, когда разнообразие перчинки вашей сексуальной жизни, так что вот, случайный секс. Так, что здесь про мужчин-то пишешь? Сейчас смотрите, искатели сексуальных приключений. Традиционно искателями мимолетных сексуальных приключений считаются мужчины. Целью поиска является удовлетворение сексуальной страсти, после чего мужчины быстро покидают поле боя. Такой искатель на мимолетных приключений каждый день зависает в злачных местах, особенно там, где можно выпить регулярные выпуски, а основная прелюдия такого мужчины. Кроме всего прочего, искателю одноразовых приключений алкоголь и добавляют храбрости. Так, что же еще? Сейчас что-нибудь интересненькое. Так, что они там фиксируют. Здесь, должно быть беднописано. Вот здесь написано Целью одноразовых встреч является только получение удовольствия Им нужен только секс и физиологическое удовлетворение Смотрите, вот, лицевой счет называется А мужчина, участник случайной встречи, называется вамбатом Вамбат это кто? Ну ладно, какие там такие вот Значит так, у мужчин очень популярны карманные блокноты Но гораздо менее известны и заметны их секретные лицевые счета Секретные лицевые счета Некоторые мужчины ведут секретные дневники своих побед С рейтингами всех мамолетных подруг Согласно важным для владельца показателям Включая фигуру Привлекательность Сексуальность Желание Сообразительность Способность и умение заниматься сексом А знаете, что в таком дневнике написал Глеб С которым я переспала вот в этой самой комнате Знаете, сколько лет назад? Мне было, наверное, знаете, вот Сейчас это все сама она посчитает Сейчас это все сама она вам скажет Мне было 20 небольшим Ну так, будем Малеха так вот там В общем, получается 30, 40 Вот 48 Ну, считайте, 27 лет назад Знаете, что он написал? Вот по этим показателям Так что вот Надо сказать, навскидку ли посмотреть? А его знает Дима Шишкин Дима Шишкин Который там Был замысл на таможне Я даже не скрываю Вы можете найти Шишкина А он таким с Глебом Короче Если он в те годы был хорошим Приятелем, знакомым А не подружили Так что Хотя он сам Анна вам скажет А вы его найдите И у него спросите Знаете, что он написал? Он написал Она меня любила А по всем остальным показателям Ноль Поняли, да? Так что вот вам Так что вот Вот вам И там Какие-то гаремы И какие-то там Что мы там с вами обсуждаем Какие-то темы Знаете, секретниче А вы знаете, что означает? Даже если там в кого-то Улюбились Значит, дядь, большой привет Я пошел дальше А вы говорите о олигархе Ну да В принципе На кого бы хотела Потом Татьяна Сталмана Посмотреть Так это вот на этого Глеба Да Что тут у нас Смотрите А, ну по поводу фигуры Может быть так еще Знаете По поводу фигуры Ну Excuse me Excuse me Сейчас я еще раз прочитаю Что тут показатели Понимаете? Ключая фигуру Привлекательность Сексуальность Желание Сообразительность Способность И умение заниматься Ну, по поводу привлекательности Я, конечно, не знаю Поэтому, знаете Такие мужчины Как он, знаете Кто в свое время Был на этой На них Он, да, на них ездил На какой-то там Или на Жигуле На Жигуле он ездил Не на них Он ездил на Жигуле Короче, Жигуль Понимаете? Знаете Такой вот Весь на костюме Весь такой на костюме И вообще Понимаете Такой чернявый Красивый Такие глаза Понимаете Такой вообще Рейтинг у него Знаете Там Знаете Из привлекательности Сто из ста Так что вот Такие мужчины Они смотрят Тем более Это Россия, детка Это вам не Как там Не какие-то там страны Это вам не Не Ирландия Или какие-то там Какие-то страны Есть еще много Красивых женщин Так что вот Поэтому мне Юрий Кириллович Сразу сказал Умудренный опыт У него был Умудренный опыт Он сначала сказал Татьяна Он вам вообще Не нужен Вообще Не нужен Но Когда вот так Вот Вот Если там кто послушает Понимаете Так нельзя говорить Так Чек не понимает Нужно объяснять Конкретно Понимаете Вот это Что К чему И почему А то что-то Вам не нужен Там еще что-то Понимаете Нужен расшифровок Так что Вот Умудренный опыт Вот они Дневники ведут Вы там у него Поинтересуйтесь У него Наверное Такой Знаете Вот Список На этой машине Ну вообще Правда Вот он такой Под этого Потом Это с итальянцем Я вам не сказал С итальянцем Когда я встречалась Там в этом В Италии Там же Знаете Как красавец Итальянец Так что Вот Подстать Подстать Ну Тут Конечно Был Старше Возраст Там И выше Рост Там В общем Как-то Вот Это Ну Ладно Поэтому Знаете Вы смотрите Моё видео А там Сейчас вам Загрузила Есть такое Трёхчасовое Видео А там С мужчинами С ГАИС С этим Как там Которые владеют Этим Отелем Вразовинишь Татьяна Салмана К вам приедет Татьяна Салмана Как вспомнит Она Как Спустит На вас Там Вот Это Как Говорится А Если Она Вспомнит Знаете Вот Это Как Говорится Своё Это Прошлое Это По Поводу Вот Это Все Там Это Короче По Нулям Вот Это Там Еще Что Там Такое Что Не Надо Обольщаться В Татьяна Вот Хирургическое Улечение Членов Я Когда Это Все Вспоминаю Я Включаю Такую Нистовую Стерву В общем Такую Стервозную Короче Стервозную Ах Мужчина С бородой Это Наверное Все Тот Ж Он Опять К этой Штуке А Куда Туда Такой Прыгающий Мужчина С Бородой Так Что Вот Там Работают Что Тут Хирургическое Увеличение Членов Что Еще Почитаем Вот 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 А Если У вас По Всем Этим Ноль Короче Даже 20 С лишним Вы Пролетаете Не Только Мимо Олигархов А Пролетаете Мимо Этих Гаремов И Каких Там Вот Этих Вы Пролетаете Вообще Вот Это А С Такой Внешности Вы Посмотрите Вот Это Мое Предыдущее Видео Которое Я Сняла А С Такой Примерной Внешности Это Вообще Пролетает Но В принципе Как там Если Я Мечтаю Быть Актрисой Певицей Ну А Певицей Понимаете Это Вопрос Это Нужно Такой Голос Иметь Знаете Вот Это Ты Уж Такой Голос И Меш Камородок Это Да Это Можно Понимаете Ну Актрисы В принципе Есть Роли Разные И Хочется Вот Принцесс Играть Так Что Вот Так Остается Что Изучать Знаете Вот Заниматься Собой Чем Я И Занимаюсь Так Что Вот Моя Творческая Студия Позитивного Мышления Силы Позитивной Мысли Татьяна Салмановна Мактум Сайт Буден Казачан